Мы сегодня свидетели поистине исторического события. Старт строительства экологичного города Осман здесь, в Иссык-Кульской области. И как раз на этом месте, где сейчас находится наша съемочная группа, уже через несколько лет возведут современный мегаполис. Событие, которое собрало огромное количество соотечественников со всех регионов Кыргызстана, чтобы воочию увидеть знаменательный для всей страны момент закладку капсулы под строительство города Осман. А это только свидетельствует о единстве и сплочённости народа. Это будет инновационный город на берегу жемчужины озера Иссык-Куль. Это крупнейший за всю историю независимого Кыргызстана проект. И направлен он прежде всего на развитие туризма и инвестиционных возможностей страны. Город Осман станет финансовым хабом, соединяющим в востоке-запад, север и юг. Если этот город заработает на полную мощность, так как Кумтор двигает вперёд экономику нашей страны в целом, то этот город и Сестамчи станут локомотивом экономики нашего государства. Позвольте мне добавить, некоторые наши граждане утверждают, что этот город надо было строить в Баткене, вместо того, чтобы всё строить только на Иссык-Куле. Если бы Иссык-Куль был в Баткенской области, я бы сначала построил этот город там. Но инвесторы выбирают удобные для них курортные зоны. Самое главное, что где бы он ни был построен, этот город принесёт пользу каждому кыргызстанцу, подняв экономику нашей страны в целом. Например, несмотря на то, что Кумтор расположен на Иссык-Куле, вся выгода поступает в республиканский бюджет и используется во благо каждого кыргызстанца. О масштабном и амбициозном проекте глава государства впервые рассказал в 2021-м. Концептуально это современный мегаполис, аналогов которому в Кыргызстане нет. Он призван стать экономическим и туристическим центром. Это исторический день, когда все инициатива президента начинает свою реализацию. Президент Садор Нургоджович с самого начала. Он участвовал во всех обсуждениях, участвовал во всех диалогах с инвесторами. Практически каждый раз озвучивал требования о строительстве экологического города, чтобы это был современный город, чтобы это был умный город. Сегодня вы видели, они говорили о музеях, они говорили о кинотеатрах, они говорили о киностудиях, которые они готовы здесь строить. И в то же время это коммерция, это должно быть двигателем экономики. Технологическая инфраструктура – одна из ключевых особенностей города Осман. Все аспекты жизни в этом мегаполисе будут интегрированы с использованием современных информационных и коммуникационных технологий. Осман по проекту разделен на четыре части – умный город, коммерческий, спортивный и город развлечений. Инвестируют в дорогостоящий проект более 30 компаний со всего мира. Мы рады, что в нашем братском Кыргызстане начинается такой масштабный проект. Так ваша страна взяла конкретный курс на развитие, начав реализовывать перспективные проекты. Турецкие инвесторы вкладывают в этот проект 100 миллионов долларов. Однако хочу подчеркнуть, что мы не остановимся на достигнутом. Надеюсь, что такие проекты будут реализовывать и другие тюркские страны. Для нас большая честь, что мы участвуем в этом крупном проекте. До этого наша компания работала в США, Пакистане и Индии. Нас вдохновило, что это не просто современный мегаполис, а еще зеленый и умный. Это как раз наш профиль. И нас очень обрадовало, что президент Кыргызстана Садар Джапаров сказал, что к инвесторам в нашей стране особое уважение. Любая крупная компания, которая инвестирует во что-то, хочет услышать такие слова из уст главы государства. Это вдохновляет. Обращаясь к инвесторам, Садар Джапаров подчеркивает, что государство обеспечит особую защиту инвесторам, вложившим свои деньги в этот проект. С гарантией данное государство вы можете начать строительные работы быстро, нацелившись только на успешную реализацию этого проекта. Нынешняя власть не будет вмешиваться в ваши дела, и мы предоставляем полную государственную гарантию. Мы не позволим кому-либо приходить и вымогать деньги под разными предлогами, мешать работе, будь то государственные органы, силовики или деструктивные элементы. Я лично разберусь с тем, кто пытается создать препятствия. Если есть другие инвесторы, желающие принять участие в строительстве умного города Осман, мы готовы принять их с распростертыми объятиями. Строя умный город Осман, будет создана гармония между священным озером, прекрасной природой и современным умным городом. Словом, большое значение придают экологической ценности озера Иссыкуль. При планировании, разработке и продумывании каждой детали инфраструктуры города, мы внимательно будем следить за полным соблюдением норм и стандартов части охраны окружающей среды и экологической устойчивости. Мы будем использовать лучшие мировые практики умного городов, в частности, разумного управления водными ресурсами, утилизация отходов, той же системы отопления. В целом, мы будем сотрудничать с учеными и специалистами в области охраны окружающей среды по изучению и мониторингу экологического состояния Иссыкуля. Кыргызстан стремится построить экологичный город, который будет служить примером для других регионов и способствовать сохранению природы в будущем. В экологически чистом городе Осман, который будет простираться на территории порядка 4000 гектаров, будут жить как минимум полмиллиона человек.